Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабный форум «Россия. Спортивная держава» в следующем году пройдет в Самарской области. Регион принял эстафету от Башкортостана. Губернатор Вячеслав Федоричев принял участие в торжественной церемонии, которая прошла в этот четверг в Уфе. Самарская область имеет все необходимые ресурсы и возможности, а главное желание поддерживать массовый спорт и спорты высших достижений, развивать систему физической реабилитации военнослужащих, отметил Вячеслав Федоричев. По словам губернатора, опыт и ответственность, возложенные на регион, позволят организовать это масштабное международное мероприятие на самом высоком уровне. Проведение форума придаст новый импульс развитию отрасли спорта в Самарской области. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков продолжает знакомство с городом. Сегодня он совершил объезд Красноглинского района, оценил готовность управляющих организаций к работе в предстоящий зимний период, а также познакомился с проектами реконструкции социальных объектов в поселке Красная Глинка. Подробности в нашем сюжете. Объезд Красноглинского района, исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков, начал с осмотра техники, которая предстоящей зимой будет убирать от снега дороги и дворы административной единицы. Свои машины представили и управляющие организации, и муниципальные предприятия благоустройства. Иван Носков пообщался с руководителями, определил проблемные вопросы и обсудил укомплектованность штата и автопарка учреждений, в том числе и реорганизованных. На рынке не первый год, опыт работы есть, поэтому такая доля спокойствия. Но понятно, что контроль будет ежедневный, общение тоже ежедневное. Ну, люди остались, самое главное, люди с мест, они территорию знают. Затем Иван Носков посмотрел Дом культуры Искра в поселке Красная Глинка. Здание закрыли в 2021 году из-за того, что тут не были выполнены современные требования пожарной безопасности. Сейчас учреждение готовится к капитальному ремонту. Ранее этот вопрос на контроль взял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. При составлении проекта учтут как модернизацию помещений, появятся необходимые системы, новое оборудование, так и колорит внутренней отделки, сохранят оригинальные элементы декора. Преобразования коснутся и прилегающей территории. В рамках программ благоустройства в порядок приведут сквер перед зданием. Здесь планируют сделать дорожки и установить фонтан. Здесь даже не надо все это сносить, это наоборот. По новой строю. Это все реставрируется и делается. Забор, если отстроить, ну, забор бы я, конечно, переложил. Нет, ну, там придется переложить. Да, фундаменты поехали. А основные, это вот эти все, они все целые. Надо просто восстановить. Еще одно важное социальное учреждение поселка – стадион «Энергия». Крупное производственное предприятие, которое находится на территории района, взяло шефство над объектом. Уже выполнены работы по ремонту внутренних залов, а также уложено качественное футбольное поле. Так как объект находится в низине, сейчас специалисты выполняют устройство ливневой канализации и дренажной системы. Также в планах установить манеж для всесезонных тренировок. Здесь будет находиться филиал Академии Коноплева Тольяттинской, знаменитой футбольной школы. Будет возможность заниматься дети, если не только с Красногринского района, думаю, здесь оценивать. Кроме того, исполняющий обязанности главы города посетил одну из главных туристических точек Самары – вертолетную площадку. Подводя итоги объезда, Иван Носков отметил большой потенциал района. Здесь как раз тот самый случай, когда нужно объединять усилия города, области, непосредственно предпринимателя, собственника, решать общую задачу. Хороший пример. Думаю, что те планы, которые сегодня намечены, точнее не сегодня, а значительно раньше, они все реализуемы, и надо просто довести до ума. Также в ходе объезда Иван Носков посетил цех по производству маскировочных сетей для отправки их в зону СВО. Исполняющий обязанности главы Самары пообщался с рукодельницами и поблагодарил женщин за их труд. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самарской области отопление осталось подключить менее чем в одном проценте домов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ. По информации от муниципалитетов, тепло подали во все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, опеки и попечительства региона. Также к теплоносителю подключили 99,6% зданий здравоохранения и 99,7% домов культуры. В Самаре продолжает работу горячая линия по вопросам подключения к теплу. Обращение горожане могут направить и в администрации внутри городских районов города, в Департамент городского хозяйства и экологии Самары, а также в единую дежурную диспетчерскую службу Самары. Все жалобы будут рассмотрены и останутся на контроле до полного разрешения ситуации. Новые идеи и предложения в областной столице начинают разрабатывать социально-экономическую стратегию развития Самары до 2036 года. Основные этапы ее реализации эксперты обсудили на круглом столе в бизнес-инкубаторе. Наша съемочная группа узнала детали. Ставители бизнеса, общественных и научных организаций собрались за круглым столом, чтобы обсудить и представить свои идеи по разработке стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Процесс формирования документа будет разделен на три этапа. Разработка ведется администрацией города совместно с командой финансового университета при правительстве Российской Федерации. Первый этап – это сбор информации, это анализ ситуации в различных сферах жизни. Это экономика, это и демография, это и образование, это и физическая культура, и спорт. Длится он как раз с сентября по январь. На втором этапе создания стратегии будет определен сценарий развития, стратегические направления, а также приоритетные проекты и программы. Также разработают меры для их эффективной реализации, проведут оценку финансовых ресурсов. А уже на третьем этапе будет разработан план мероприятий по достижению целей, обозначенных стратегией. Самара – очень уникальный, очень разносторонний, очень разноплановый город. Самара и туристическая, Самара и промышленная. Самара действительно историческая. Это большой потенциал, и, конечно, это сложности в том, чтобы как соблюстить комплексное развитие с учетом различных сторон, различных интересов, и с учетом того, чтобы сохранить эту уникальность, смотря на вызовы современности. Также в разработке стратегии социально-экономического развития участие принимают жители города. Они проходят опросы, предлагают свои идеи. Стратегия является тем документом, который определяет те параметры, которые заложены на перспективу. Каждый житель города, каждый бизнесмен, каждое предприятие и общественная организация, они имеют свое видение, каждый в своем профессиональном направлении. Эти видения мы должны учитывать, чтобы стратегия действительно была разработана в интересах всего города. Напомним, что существующая стратегия завершает свое действие в 2025 году, поэтому администрация города приступила к формированию новой до 2036 года. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. В Самарской области те, кто заключает контракт с Министерством обороны, будут получать 2 миллиона рублей. Всего же за первый год службы военнослужащий по контракту может заработать 4,5 миллиона. Решение об увеличении суммы выплат принял губернатор Вячеслав Федоричев. Напомним, что в Самарской области действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. 11 новых машин для стражей правопорядка в преддверии профессионального праздника, который отмечают 29 октября. Сотрудникам подразделения Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области вручили ключи от новых патрульных машин. Всего в целом в этом году уже больше полусотни новых автомобилей получила вневедомственная охрана Самарской области, которая большая часть из них уже находится на маршрутах патрулирования и обеспечивает безопасность наших граждан. Громкоговорящие устройства, радиостанции и видеорегистраторы. Служебные гранты в цветографической раскраске оборудованы всем необходимым для того, чтобы росгвардейцы могли обеспечивать безопасность жителей региона. Зачастую патрульные службы первыми прибывают на место происшествия. Задача сотрудников не только пресечь преступления, но и помочь пострадавшему. А потому автомобили оснащены также медицинскими укладками для оказания первой помощи. Далее коротко о других темах дня. В Совете Федерации разработали законопроект, который предусматривает сохранение рабочих мест за сотрудниками, призванными на срочную военную службу. Инициативу направили в Минтруд России. На время службы договор приостановят на основании заявления специалиста с сохранением социально-трудовых гарантий, включая материальную помощь. Если работник не вернется на работу в течение 20 дней после службы, соглашение может быть расторгнуто. В Совете Федерации отмечают, что принятие законопроекта не создаст дополнительных рисков для нанимателей, но сделает вакансии более привлекательными для молодых специалистов. Правоохранители Тольятти разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Возле одного из торговых центров водитель «Газели» сдавал назад и наехал на пожилую женщину. Она скончалась. На место выехали сотрудники территориального отдела внутренних дел. Водитель грузовой машины дал пояснение полицейским. По материалам, собранным сотрудниками полиции, будет принято процессуальное решение, сообщили в областном главке полиции. Глава Следственного комитета России дал указание завести уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы из Самарской области. Девочка систематически подвергалась травле со стороны одноклассников. Ее мать обратилась в полицию. Департамент образования города прокомментировал, что в школе номер 63 приняли меры для разрешения конфликта. Провели беседы с учениками и их родителями. Вопрос рассмотрели на заседании Совета по профилактике. Также организовали встречи с психологами. Виновницы инцидента принесли свои извинения. Но мама, написавшая сообщение, продолжает настаивать на исключении девочек из школы. Самарские таможенники не позволили незаконно вывезти в Узбекистан 100 молодых бычков. Об этом сообщили в прислужбе ведомства. Специалисты нашли ошибки в документах, нарушающие ветеринарное законодательство. Телят передали сотрудникам управления Росрехоснадзора по Оренбургской области. В рамках акции «Сохраним лес» в Ставропольском лесничестве Самарской области высадили более 25 тысяч сеянцев сосны. Об этом сообщил региональный Минлесхоз. Площадь высадки составила 6 гектаров. На протяжении 4 лет планируют проводить агротехнический уход за молодыми деревьями. Всего в регионе по нацпроекту «Экология» саженцы планируют высадить на площади 917 гектаров. Минтруд совместно с Минфином прорабатывают проект правил распределения бюджетных субсидий для поддержки мероприятий по повышению рождаемости в регионах. В частности, деньги будут направлены на мероприятия по развитию инфраструктуры, а также сервисов, которые связаны с выплатами при беременности. По поручению президента со следующего года, 41 регион, где суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года сложился ниже общероссийского, начнет получать дополнительную финансовую помощь на реализацию региональных программ повышения рождаемости. По словам главы Минтруда Антона Котякова, из федерального бюджета на это будут выделять по 12,5 миллиардов рублей ежегодно, вплоть до 2030 года. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, нужно ли контролировать круг общения детей. Тут не вопрос запрещать, да, но знать, где ребенок, почему ему там интересно, а там, где хотелось бы неинтересно, лучше бы знать. В нынешнее время и сейчас с развитыми технологиями, социальными сетями очень много, ну, очень много нехороших вещей в интернете может ребенок запросто найти. Поэтому и круг общения, и социальные сети детей в любом случае там просматривать нужно. Ой, бесполезно. Мне кажется, это очень... Поначалу, когда управляемый ребенок, наверное, получается, а потом у меня удовольствия, нет, наверное, уже, что они захотят, то они и будут делать. Хотят спросить что-то, я им, может быть, подскажу, но они вообще-то не очень спрашивают. Нет. Я думаю, трудно очень будет. Каждый родитель, да, воспитывает своего ребенка по-своему, каждый прививает свои ценности, и всем родителям наверняка хочется, чтобы их дети были, наверное, таким маленьким прототипом их. Вот, поэтому все-таки, да, нужно следить за тем, с кем ребенок общается. Я считаю, что да, потому что в нынешнее время, особенно в эпоху соцсетей и прочего, нужно обязательно делать это в доверии и понимании, чтобы это был не просто тотальный контроль со стороны родителей, а чтобы наши дети обсуждали с нами абсолютно все вопросы. Они должны сами участвовать в этом круге, сами должны как можно больше общаться с ребенком. К сожалению, как только ребенок начинает выходить в социум, очень сильно на него влияют другие дети. У нас на примере своей семьи я видела, с кем общалась я и с кем общалась моя сестра. Могу точно сказать, что окружение влияет очень сильно. Осознанно или неосознанно? Поэтому да. Нужно фильтровать, по крайней мере, пока у ребенка нет. Звучит ужасно, но я думаю, что надо контролировать, да. Ежегодно в середине октября в мире отмечают День хлеба. Этот продукт – символ достатка и благополучия. Издавна хлеб берегли, о нем слагали песни и говорили, как о живом существе. Откуда пошла традиция передавать рецепт закваски из поколения в поколение? Как испечь самый вкусный и полезный хлеб? И почему его нельзя есть горячим? Ответы на эти и другие вопросы искала Ксения Баканова. Хлеб – один из немногих продуктов, которые люди едят каждый день. Мы настолько привыкли к этому угощению, что относимся к нему, как к чему-то обычному. А ведь он всему голова. Также о хлебе много интересных фактов. На Руси он считался символом гостеприимства. Когда в дом приходили гости, их встречали хлебом и солью в знак уважения и радушия. Символ богатства и благополучия, труда и большой силы воли. Ничто не доставалось человеку так тяжело, как хлеб. Поэтому практически в любой культуре этот продукт считается священным и жизненно необходимым каждому из нас. Это очень богатый продукт не только углеводами, которые насыщают организм, но и клетчатки, которые помогают пищеварению организма. При этом в хлебе очень много белка. В ржаном хлебе особенно и в хлебе на цельнозерновой муке есть практически вся таблица Менделеева. Витамины А, В, С, Д, Е. Самый популярный хлеб у нас это хлеб троицкий, классический, пшеничный, в составе мука, вода, соль. Но там три вида муки. Потом самый любимый ржаной хлеб это легендарный. Легендарный он тем, что там идет два вида муки и обе они цельнозерновые. Редко у кого получается сделать настоящий цельнозерновой хлеб, чтобы он был пористый, вкусный, ароматный. Как правило, цельнозерновая мука дает нам влажность, утяжеляет продукт и появляется кислинка. Но попробуйте наш хлеб, оцените. И еще очень популярный продукт, особенно среди детей, это мини-батончики. Вкусный и ароматный хлеб получается на закваске. На Руси этот продукт передавался из поколения в поколение на протяжении веков. Например, вот эта ржаная. Ей уже 40 лет. Достала сирене от педагога. А пшеничную выводили самостоятельно. Ей сейчас около 8 лет. В 8 часов готовится у нас закваска. От 4 до 8 часов. Далее мы месим тесто, и на брожение оно у нас уходит от 4 до 15 часов. Далее мы хлеб формуем, и уходит у нас он на растойку. Так вот, растойка ржаных хлебов идет от 1 часа до 4. Растойка пшеничных хлебов идет от 4 часов до 15 часов. Чем дольше хлеб у нас готовится, тем он полезней. Так сказать, популярное нынче слово – ферментация. На изделия из пшеничного теста обязательно наносят надрезы. Они могут быть продольные, косые или поперечные. Такая графика не только украсит корку хлеба, но и защитит ее от разрывов. Если мы положим булочку неразрезанную, она может потрескаться по краям, либо она просто внутри, ей некуда будет расти. Соответственно, нам нужно дать ей вот это напряжение. Самые простые способы проверить, испекся ли хлеб – это подержать, посмотреть и послушать. Готовое изделие – легкое, с плотной хрустящей корочкой. А при постукивании слышен глухой звук. Берем нашу булочку. Это звук уже готового хлеба. Хлеб, испеченный без консервантов, начинает черстветь через один-два дня. Однако он может дольше оставаться мягким и ароматным, если его правильно хранить. Видите, наша буханочка, она идет в пакете, и пакет свободно. Мы его не затягиваем, мы его не завязываем, мы просто его свернули и положили, что позволяет хлебу дышать. Хлеб – это живой продукт, и он продолжает дышать. И если мы герметично закроем пакет, то у нас появляется конденсат, который дает дополнительную влагу, и могут появиться ненужные бактерии, и пойдет плесень. Есть еще один секрет. Хлеб лучше держать в хлебнице подальше от кухонной плиты и раковины. Также завести для его нарезания отдельный нож. Главное, чтобы он был чистый и сухой. По словам специалистов Роспотребнадзора, покупать выпечку важно только в специализированных точках продаж. На товар обязательно должна быть документация, подтверждающая его происхождение, качество и безопасность. Хлеб рекомендуем покупать в магазинах, в супермаркетах. При реализации хлеб должен продаваться в упакованном виде для потребителя. Храниться он должен на стеллажах, не соприкасаясь со стенами помещения, при температуре и влажности, которую установил изготовитель. Многие уверены, что купить хлеб теплым – это большая удача. Свежеиспеченный он настолько вкусный и ароматный, что хочется поскорее его съесть. Однако врачи-диетологи советуют не торопиться. Существует два момента. Первый момент – так как дрожжевые грибы, они находятся еще в активной форме, и они при попадании в организм могут вызывать какие-то пищевые расстройства у человека. Ну, плюс еще свежевыпеченный хлеб, так как он пористый, мякиш его, он может очень быстро комковаться. То есть он довольно-таки усложняет его усвояемость. Не бойтесь есть хлеб и не забывайте о его ценности. Суточная норма для взрослого человека – 150 граммов. Это 3-5 ломтиков. Такое количество хлеба в вашем рационе не приведет к набору веса и пойдет организму только на пользу. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События. Футболисты «Крыльев Советов» и «Акрона» провели матчи за свои национальные команды. Волейболисты «Новы» выбыли из борьбы за Кубок России. А Дарья Касаткина продолжает успешное выступление на теннисном турнире в Китае. Подробности в нашей спортивной рубрике. Футболисты «Крыльев Советов» и «Акрона» провели матчи за свои национальные сборные. В Южной Америке у игроков волжских клубов хорошо выступить не получилось. Самарский чилеец Томас Галдамас отыграл первый тайм отборочного матча на чемпионат мира 2026 против Колумбии. Защитник в протоколе не отметился. А Чили уступили 0-4. Еще одно разгромное поражение у Боливии в матче против действующих чемпионов мира. Аргентина победила 6-0. Боливийц из «Акрона» Роберто Фернандес провел на поле 67 минут. Еще один представитель «Акрона» Жилсон Беншимол не смог помочь своей сборной Кабо-Верде в отборочном матче на Кубок Африканских наций против Ботсваны. Синие «Акулы» проиграли 0-1, а нападающий вышел на замену на 70-й минуте. А вот игрок «Крыльев» Кирилл Печенин сыграл полный матч в Лиге наций за сборную Беларуси против Люксембурга. Встреча завершилась в ничью 1-1. Волейболисты «Новы» не смогли выйти в четвертьфинал Кубка России. Новокуйбышевцы уступили питерскому «Зениту» и во второй игре – 1-8 финала. По согласованию сторон обе встречи прошли в Санкт-Петербурге. В каждой партии хозяева с первых мячей забирали лидерство и удерживали его. 21-25, 22-25, 22-25. 0-3 по сетам. Поражение «Новы». Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо. В матче второго круга она одолела чешку Катержину Синякову со счетом 1-6, 6-3, 6-2. После слабого начала Дарья постепенно находила свою игру. А с середины второй партии преимущество Касаткиной уже не вызывало сомнений. В четвертьфинале Дарья сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана. В Свердловской области состоялись чемпионат и первенство России и всероссийские соревнования по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Самарскую область представляли несколько спортсменов. В классе Ин-2 Софья Алешина завоевала три золотые награды и еще трижды приходила на финиш второй. В этом же классе Мария Сафронова завоевала одно серебро и одну бронзу. Еще одну бронзу в копилку региона добавила Ольга Потешкина в классе Ин-1. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Несмотря на похолодание, ремонт внутриквартальных дорог продолжается, информирует телеграм-канал Куйбышевского района. В работе укладка нового асфальтобетонного покрытия во дворе домов номер 5 и 7 по улице Зеленой. 43 квадрата нового тротуара и почти 800 проезжей части. Большая работа у подрядной организации уже позади. Работы по ремонту ведутся также и в микрорайоне Рубежное на улице Воздушного флота в работе территории около дома номер 45 по Пугачевскому тракту. Здесь рабочие бригады разбирают изношенное асфальтобетонное покрытие и подготавливают основания для укладки нового дорожного полотна. С 1 марта 2025 года можно будет установить самозапрет на кредиты. Это можно будет сделать в отделениях МФЦ или онлайн на портале Госуслуги, информируя телеграм-канал Железнодорожного района. Если мошенники получат ваши персональные данные, то не смогут оформить кредит или микрозаймы на ваше имя. Снять самозапрет можно будет аналогичным способом. Использовать данную процедуру можно неограниченное количество раз. Второй Всероссийский детский экологический форум завершился в Челябинске. Школьники 5-11 классов соревновались, предлагая свои проекты по улучшению экологии. Боролись в 18 номинациях. Проекты победителей получат финансирование по результатам голосования Оргкомитета. Самарские школьники завоевали бронзу в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха», сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Администрация промышленного района в своем телеграм-канале приглашает 19 октября в ДК «Победа» на концерт «Златокудрая осень» с участием вокалистки Ларисы Скачковой. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 13 часов. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС. В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok